С павильона Мещера в торговом городке украли крышу. Неизвестные полностью сняли металлическую кровлю. Предположительно, это произошло в выходные 13-14 июня. Как считают представители Всероссийского общества охрана памятников истории и культуры, листы железа с крыши понадобились человеку, который примерно 10 лет назад пользовался зданием на безвозмездной основе. Как оказалось, сейчас он решил снять крышу. Ему, видимо, понадобился профлист, который якобы он за свои деньги много лет назад уложил на крышу. К сожалению, вот это сребролюбие человека не волновало, что произойдет со зданием. Уникальный интерьер, лепнина, люстра. То, что из-за каких-то полуржавых листов железа человек решил оставить здание без крыши. На данный момент сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Кроме этого, в минувшие выходные представители Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и неравнодушные рязанцы своими силами сделали временную защиту от дождя. Они закрыли оголенную кровлю павильона Мещера баннерной тканью или нолиумом. Мера временная. Самое важное сейчас безотлагательно властям города Рязани выделить 3 копейки денег, чтобы перекрыть оцинкованным железом. Как это было, то есть исторический объем как был закрыт. Помимо павильона Мещера в торговом городке еще два исторических здания нуждаются в восстановлении крыши. Среди них главный павильон. Мы видим, корни прорастают сквозь мягкую кровлю, вода льется ручьем, все рушится. То есть в любое мгновение крыша может рухнуть. То есть если сейчас это там залатать стоит 15 тысяч рублей, потом это будет стоить несколько миллионов. Представители Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры считают, что крышу дома 5А в торговом городке также следует сделать. Если вовремя взяться за дело, весь уникальный комплекс, которым рязанцы гордятся, можно еще сохранить. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».